Всем привет! Меня зовут Павел Садов, мастерская меблелавка. Мы сейчас запишем быстрый обзор нашего объекта на улице Гжатская. Это первая локация прихожая, большой подвесной шкаф с консолью, зеркалом и рейками. Это кухня с фасадами трех видов. Шпон, эмаль, стекло. Здесь целый ряд сложных нестандартных элементов. Волшебный уголок, колонны с сетками, керамическая столешница. В общем, отдельный обзор на кухню смотрите по ссылке. Переходим дальше. Для детской девочки изготовили два шкафа слева и справа от ниши, где будет установлена кровать, арку, которая соединяет эти два шкафа и маленький шкафчик на металлическом основании золотистого цвета. Для детской мальчика изготовили кровать со вторым ярусом в виде гамака, скалодром, лестницу с системой хранения, шкаф для верхней одежды с выдвижными ящиками, стол опирающийся на комод системы хранения и полки над рабочей зоной. Для большой локации с приставкой мастер мы изготовили в мастер-санузел шкаф над инсталляцией и панель во всю стену, в том числе панель на откидной лючок, тумба под раковину, стеллаж со системой хранения, панели сверху и снизу. Это мастер-гардероб по трем стенам. Здесь и система для хранения верхней одежды, и полки, и ящики, и большой шкаф. Переходим в мастер-спальню. Здесь мы изготовили ТВ-тумбу, кровать, мягкое изголовье, тоже в виде стеновых панелей и стеновые панели на всю стену с кроватью. Это шкаф в постирочную с фасадами, которые уходят внутрь, со встроенной стиралкой и сушкой. Гостевой санузел, доходим. Здесь шкаф над инсталляцией, это открытая полка со встроенной подсветкой, распашные фасады, полки системы хранения, черный корпус, тумба под раковину, столешница керамика, фасад, фрезеровка, как в детской девочке, большой общий фасад, ящик с разделителями и ящик внутренних издаводчиками с вырезом под сифон. Полный обзор объекта смотрите по ссылке в описании, ставьте лайки, подписывайтесь, присылайте ваш проект на расчет, мы обязательно найдем решение для реализации вашей задумки. И, ребят, до встречи в новых видео, будьте счастливы, улыбайте чаще, пока! Субтитры сделал DimaTorzok